МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, это бред все. Ни в Лондоне, ни в Париже, ни в политической элите, ни в артистической богеме никогда не существовал закон. Он нигде не был прописан, как вам ходить. Это всегда результат традиции. Если депутаты хотят, чтобы возникла традиция одеваться и подавать себя правильно, для этого нужно создавать эту традицию. Ходить самим, например, таким образом. И тогда постепенно она возникнет. Если законодатели хотят, чтобы политики были сдержаны, потому что имидж и стиль – это еще коммуникация. Были сдержаны, не проявляли своей агрессии, при этом были точны в дискуссии, идеально воспитаны, они должны это еще сами демонстрировать. А не писать законы о том, какая длина юбки и каблука должна быть, а при этом вести себя на дебатах так, что хочется выключить телевизор. Ну, когда я была, страсти кипели, а теперь они не кипят. Ну, и когда я была в парламенте, новая элита формировалась, а сейчас она уже сформировалась, и конкуренции нету, поэтому, конечно, меняется. Чиновники стали ходить очень дорого, когда они были не такими богатыми. И костюмы, скромные, темные костюмы от известных итальянских брендов в 90-е никто не носил. А депутаты, наоборот, кто в лес, кто по дрова. Было больше демократии, было больше споров. Поэтому ходили и в неных мятых костюмах, потому что тогда это было модно, и в рубашках. Теперь все более стандартно. Женщины были одеты, ну, совсем никак. Теперь все стараются. Теперь все прямо одеваются.